...конфликта на юго-востоке страны. Наш эфир продолжает прямая трансляция. ...возникает вопрос, а насколько все эти декларации соотносятся с ситуацией в этой стране? Имеют ли они прикладное применение? Или они произносятся для красного словца, но могут быть легко отброшены в угоду политической целесообразности? Применимы ли все эти резолюции и заявления председателей к такому государству, как Украина? Господин председатель, Российская Федерация добивается неукоснительного выполнения минских договорённостей по регулированию украинского кризиса. Исходим из этого в контактах со сторонами, руководством Украины и лидерами ополчения, а также с представителями заинтересованных зарубежных стран, в том числе в нормандском формате. К сожалению, запланированное на 16 января заседание Минской контактной группы было сорвано Киевом. Представитель Украины в столице Белоруссии так и не появился. Ситуация на земле в последнее время значительно ухудшилась. Эпицентром столкновений стал Донецкий аэропорт. Несмотря на то, что в соответствии с минскими договорённостями он должен был быть передан под контроль ополченцев, этот вопрос так и не был решён мирным путём из-за споров по другим участкам линии соприкосновения. Украинские силовики же продолжали обстреливать оттуда Донецк и другие населённые пункты, вызывая значительные жертвы среди мирных жителей. 15 января президент России направил президенту Украины послание относительно необходимости неукоснительного выполнения сторонами конфликта режима тишины и срочного начала отвода тяжёлых вооружений от линии соприкосновения в соответствии с минскими договорённостями. Причём согласно тем координатам, на которых настаивала сама украинская сторона. Я хочу это особо подчеркнуть. Была также передана таблица с перечислением действий сторон по срокам отвода каждого вида ствольной и реактивной артиллерии в соответствии с графиком, к выполнению которого призывала украинская сторона. Кроме того, Россия выразила готовность использовать своё влияние на ополченцев с тем, чтобы этот вариант был принят в духе доброй воли и в целых избежание жертв среди гражданского населения. А также предложила оказать содействие в организации совместно с ОБСЕ в контроле за выполнением этих шагов. Подчеркну, это письмо было направлено с учётом просьбы, высказывавшейся в ходе телефонных контактов лидеров России и Украины. Однако вместо того, чтобы дать адекватный ответ на это предложение, украинская сторона возобновила артобстрелы Донецка. Господин председатель, нынешняя эскалация ситуации на Донбассе не случайна. В течение всего срока перемирия украинская сторона в нарушении минских договорённостей продолжала наращивать своё военное присутствие на юго-востоке страны. Шла усиленная милитаризация и перегруппировка, объявлялись новые волны мобилизации. Из Киева звучали призывы взять реванш за поражение 2014 года. Параллельно ряд стран, активно поддерживающих партию войны в Киеве, безответственно поставлял на Украину продукцию военного назначения. Очевидно, что событие последних дней – очередная попытка Киева реализовать курс на решение внутриполитического конфликта военным путём, что с неизбежностью влечёт за собой усугубление кризиса украинского государства и многочисленные жертвы среди мирных граждан. Короче, всё это чревато катастрофой. Господин председатель, мы неоднократно указывали в этом зале на то, что пришедшие к власти в результате государственного переворота так называемое правительство победителей, опирающиеся на поддержку вооружённых радикалов, проводят политику, не имеющую ничего общего с восстановлением национального единства страны. Киевом отброшены все документы, направленные на политическое урегулирование внутриукраинского кризиса. Соглашение 21 февраля, подписанное Януковичем и оппозицией о формировании правительства национального единства, было похоронено на следующий же день. Женевское заявление от 17 апреля, предусматривающее немедленное проведение всеобъемлющей с участием всех регионов и политической сил конституционной реформы, проигнорировано. Дорожная карта председателя ОБСЕ отвергнута. Ослышали ли вы что-нибудь про инклюзивный общенациональный диалог, о котором говорится в Минском протоколе? Первым делом пришедшие к власти после госпереворота в Киеве силы начали продвигать решения, нацеленные на ограничение прав языковых меньшинств и притеснения инакомыслящих. При том, что до половины страны говорит на русском языке, были закрыты почти все русскоязычные средства массовой информации, запрещено вещание российских телеканалов, запуганы или просто запрещены политические силы, представлявшие русских жителей Украины и население Юго-Востока страны. Против жителей Юго-Востока и Юга был совершён ряд чудовищных преступлений, которые по-прежнему не раскрыты, да серьёзно и не расследуются. 2 мая в Одессе в Доме профсоюзов были заживо сожжены несколько десятков людей. В Мариуполе 9 мая, в день победы в Великой Отечественной войне, были расстреляны мирные граждане. В начале июня по Луганску нанесены авиадо-аудары. Господин председатель, суть и динамику кризиса на Украине сложно понять без его идеологической подоплеки. В прошлом году государственным праздником Украины было объявлено 14 октября, день создания украинской повстанческой армии, воевавшей на стороне гитлеровцев. Во всю идёт прославление украинских пособников-нацистов и человека-ненавистников Бандеры и Шухевича, на руках которых кровь десятков тысяч советских и польских граждан. Бандера без разбора отдавал приказы о массовом уничтожении своих противников, причём по национальному признаку. Чего стоит только одно его заявление – «убью каждого поляка от 16 до 60 лет». Шухевич так наставлял своих сторонников. Цитирую. «Не запугивать, а истреблять. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина. Ничего ужасного в этом нет». Конец цитаты. Теперь факельные шествия а-ля Вафин-СС с портретами этих так называемых героев Украины проводятся совершенно открыто с одобрения киевских властей. Ей-богу, украинский народ заслуживает других героев. Жителями Востока Украины это воспринимается так же, как если бы в Америке национальным праздником объявили День создания Куклус-клана, а в Вашингтоне регулярно маршировали его адепты с горящими крестами и формировали отряды для отправки в другие регионы страны для наведения порядка. А вот премьер-министр Яценюк на немецком телевидении сокрушается о том, что в годы Второй мировой войны, цитирую, «СССР вторгся на Украину и в Германию». Конец цитаты. Видимо, он хотел бы, чтобы Украина и сейчас была под нацистской оккупацией. Однако просвещенная Европа как будто воды в рот набрала. Вообще странно, что кто-то, претендующий на цивилизованность, может терпеть такого рода идеологические диверсии. Этими идеологическими установками Киев, очевидно, руководствуется в ходе так называемой антитеррористической, а по сути, карательной операции. Против городов Юго-Востока применяются авиация, тяжелые вооружения, артиллерия, запрещенные кассетные и фосфорные боеприпасы, тактические ракеты, системы залпового огня. Подтверждённое количество жертв приближается к пяти тысячам. Беженцев и внутренне перемещенных лиц – миллион. Только на территории города Донецка повреждено более тысячи жилых домов. Многие небольшие населённые пункты разрушены практически полностью. Удары наносят пожилым кварталам и инфраструктуре, не считаясь ни с какими нормами международного гуманитарного права и не связывая себя никакими моральными представлениями. Даже крупные западные МПО, которых сложно заподозрить в симпатиях к ополченцам, говорят о том, что украинские силовики не проводят различий между военными и гражданскими целями. Ужасный случай, произошедший 13 января с пассажирским автобусом под Волновахой, был использован Киевом для мгновенного, без следствия, обвинений в этом преступлении ополченцев. Однако, согласно заключению миссии ОБСЕ, обстрел вёлся с северо-северо-восточного направления, где вряд ли могли находиться ополченцы. При этом украинские власти по полной воспользовались трагедией для нагнетания военной истерии. На следующий же день интенсифицировались артиллерийские и бомбовые обстрелы городов Донбасса украинскими силовиками, в результате которых погибли десятки мирных жителей, включая женщин, детей и престарелых. Вчера в Донецке была обстреляна автобусная обстановка. В результате два человека погибли и 11 серьёзно ранены. А вот самые последние данные. Российское телевидение, которое присутствует на месте, передаёт, что сегодня в Донецке 8 мирных граждан убито, 30 ранены. Среди пострадавших есть дети. Украинская газета «Корреспондент» сообщает, что сегодня в Донецке погибли 5 мирных граждан, 29 получили ранения различной степени тяжести. И украинские ополченские сайты говорят примерно одно и то же. В городе Стаханов Луганской области сегодня в результате обстрелов из ураганов погибли до 10 жителей. Однако никто в Киеве не проводит по этому поводу траурных маршей и как будто даже не замечает этих жертв. Значительную военную силу в зоне конфликта на Юго-Востоке составляют так называемые добровольческие батальоны, финансируемые украинскими олигархами и неизвестно, кому подчиняющиеся. Некоторые из них в открытую используют нацистскую символику. Киевскими властями, постоянно говорящими о единстве страны и её территориальной целостности, не сделано ни одного шага в сторону проведения подлинно национального диалога, конституционной реформы с участием всех групп населения и регионов. Более того, Киев делает всё, чтобы фактически отрезать Юго-Восток. Принято решение о выводе оттуда всех госучреждений, прекращении бюджетных выплат, включая социальные пособия и пенсии. Ограничено передвижение людей и грузов через линию соприкосновения. С 12 января полностью прекращено транспортное сообщение между Украиной и Луганском. Гуманитарная ситуация катастрофическая. Ещё летом прошлого года мы ставили этот вопрос, предложив принять соответствующую резолюцию Совета. Некоторые члены Совета безопасности, к сожалению, не прислушались к нам, заматывали тему, разглагольствовали, с какого количества жертв можно начать квалифицировать ситуацию как гуманитарный кризис. Сейчас для демагогии места не осталось. ООНовские гуманитарщики рассматривают ситуацию как полномасштабный кризис, требующий полевого присутствия, разворачивание кластеров по разным направлениям гуманитарного содействия и финансирование гуманитарных призывов. В последнее время они отмечают осложнение обстановки с доставкой помощи в связи с ужесточением Киевом пропускного режима. Россия в значительных объёмах поставляет гуманитарную помощь на Донбасс, несмотря на шумиху, которые пытались поднять по этому поводу некоторые члены Совета. При этом мы не прекращаем попыток согласовывать с Киевом, несмотря на его обструкцию, условия таких поставок. Заблаговременно информируем о направлении гуманитарных конвоев и номенклатуре грузов. Идёт помощь и по другим каналам. На днях России принято решение о перечислении 5 миллионов долларов в фонд Всемирной продовольственной программы на оказание гуманитарной помощи населению Украины. Господин председатель, минские договорённости, подписанные в сентябре Киевом и представителями Луганска и Донецка при посредничестве ОБСЕ и России, заложили основу для мирного регулирования. Необходимо немедленно вернуться к практической работе в контактной группе для их всеобъемлющего выполнения. Со своей стороны делаем всё возможное для того, чтобы очередная встреча в Минске прошла как можно скорее. Настоятельно призываем всех ответственных членов международного сообщества потребовать от украинских властей отойти от логики конфронтации, безоговорочно отказаться от курса на силовое подавление Юго-Востока, внушить им, что сейчас самой насущной необходимостью является запуск прямого общеукраинского диалога, чтобы предметно обсудить и согласовать конституционные устройства страны, в которой было бы комфортно и безопасно жить всем, без исключения гражданам. Я благодарю вас, господин председатель.